Всем огромный привет! С вами Лана. Сегодняшнее видео не совсем обычное. Я решила вам очень сжато и коротко рассказать, как же я стала имидж стилиста. И если вам это интересно, оставайтесь со мной. И вот, прошло какое-то время. В 2010 году я открыла свой винтажный магазин в центре Осло. И там я продавала винтажную одежду. Также мне хотелось что-то для своего магазина создавать. Сразу я вела блог о своём магазине. И со временем я развивала свой блог. Он становился всё интереснее и интереснее. По вашим просьбам я перевожу короткое интервью, которое напрямую из моего магазина я дала пользователю Ютуба Смили Мин. Всё это было в 2011 году. Добрый день, Светлана. Я знаю, что у вас есть свой магазин одежды в Осло. Я проверил ваш блог, а также поискал информацию в интернете о вас. И мне кажется, моим подписчикам было бы очень интересно узнать побольше о вашем магазине. Расскажите, пожалуйста, о себе. Здравствуйте. Я работаю имидж-стилистом и продаю в своём магазине одежду с 20-х и по 90-е годы. Эта одежда называется винтаж и очень популярна среди молодёжи, а также среди стилистов, мейкап-артистов. Хорошо. А можете подробнее рассказать про свой блог, который можно найти на платформе blog.no? На заставке там мы видим фотографию дамы в шляпке. Я использую свой блог просто для того, чтобы сказать, что винтажная одежда... Ничего не плохого использовать такую одежду. И многие заблуждаются, считая, что старая одежда недостойна нашего внимания. В то же время винтажная одежда очень оригинальна и может помочь человеку выразить себя. Такая одежда очень качественная и стильная, и она поможет вам выделиться из толпы, что очень важно. Молодёжь составляет большинство моих подписчиков. И вот мне интересно, Светлана, что вы скажете про то, подходит ли одежда для современной молодёжи? В чём её оригинальность? Хороший вопрос. Посмотрите на улицы, сколько много одежды у нас одинаковые. Масс-маркет, конечно же, выпускает неплохие вещи, но почему бы не комбинировать? Можно, допустим, купить винтажный ремень или винтажное кольцо и прекрасно соединить с той одеждой, которая сейчас предлагается на рынке. Кстати, а я видел, что у вас можно не только купить одежду, можно также её одолжить, к примеру, если человек отправляется на праздник или куда-нибудь на бал. Конечно, хорошо, что вы затронули эту тему. Мы единственные на данный момент в Норвегии, кто может вам одолжить винтажную одежду. Конечно, если не брать институт фильма, Восла, да, вы у нас можете одолжить винтажную одежду всего лишь за 200 крон и взять её на три дня. Это мне кажется очень интересным. Я слышала, что журнал «Гостём» писал о вас и про эту возможность. Надо рассказать своим читателям. Ну и последний вопрос в заключении интервью. Могли бы ли вы рассказать, Светлана? Если на данный момент у вас какая-нибудь интересная скидка или акция, мы бы хотели об этом узнать. Да, как раз сейчас у нас распродажа, и мы продаём всю зимнюю коллекцию, 30-50% скидки, и после этого мы хотим организовать праздник, где мы покажем катвок с винтажной одеждой. Обязательно приходите. Все наши покупатели уже получили приглашение. В этот раз мы хотим организовать что-то более грандиозное с катвоком, где на дефиле мы покажем нашу весеннюю коллекцию на моделях. У нас также проходят очень часто конкурсы. Если вы будете следить за блогом, каждый месяц можно поучаствовать в лотерее и выиграть, к примеру, дизайнерскую сумку. Дальше я рассказываю про соцсети, где можно найти информацию. Рассказываю про свой блог. Это уже, наверное, не актуально, потому что блог давно не существует и ищет страниц платформы «Блог.ДТН». Надеюсь, вам понравилось это интервью. Пишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы увидеть что-то еще из моего опыта стилиста, из именно того времени, когда я имела магазин. Может, вам интересно посмотреть, какие-то фэшн-шоу, к примеру, могу вам сделать нарезку из старых видео. Конечно, качество будет уже не то. Всем желаю приятного дня. Не забывайте, по четвергам на этом канале проходят прямые эфиры. И в этот четверг в 9 вечера обязательно заходите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!